Принесла новую абаю. Шелковые, шерстяные, вязаные и главное практически новые или действительно совершенно не ношеные. Все эти вещи на плечиках в магазине покупателям отдают почти даром за 50-200 рублей. Больше всего пользуются спросом платья, юбки, очень востребованные абаи, потому что у нас очень дешевые цены. Русская мусульманка Ирина с удовольствием тратит на организационные процессы свое личное время. Признается, недавно магазину подарили целую газель вещей. Их даже не стали продавать, сразу развозили по многодетным семьям Москвы. Еще один способ заработать на лечение нуждающимся детям – аукционы. Различные бренды предоставляют действительно ценные вещи, которые в обычных магазинах стоят по 15-20-30 тысяч рублей. Мы можем прийти и приобрести их дешевле, и при этом оказать помощь людям. Вроде мелочь, ты принес что-то, но это может быть кому-то полезным и нужным. Дом доброты открылся недавно, и хотя изначально планировался как мусульманский магазин, на радости инициативной группе к содействию подключились люди разных религий. Всячески старались помогать и содействовать для открытия такого очень важного и нужного сегмента. Отчеты о том, как потрачены деньги, кому конкретно и на что пошли в помощь, вплоть до чеков, размещаются на страничках в социальных сетях. На встречу идут не только тем, кто нуждается в помощи, но и тем, кто хочет помочь. Если человек обнаружил, что у него много вещей, которые он уже не носит, курьер из магазина заберет их сам. Немало поводов, чтобы открыть свои шкафы и проверить их содержимое. Может быть, удастся помочь тем, кто этого ждет. Дина Казалиев, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Москва.